Дождалась всё-таки скидок на ночные клубы и террорбайт, и решила сделать столь желанную и долгожданную покупочку. Приятно тратить заработанные честным трудом денежки. Не менее приятно их зарабатывать. Очень довольна приобретением, и наконец-то поставила на опрессор ракеты с автонаведением. Осталось только прокачать некоторое оружие в версию Mark II. Жилищный вопрос, решился сам собой, плюс гараж подземный есть. Также стоит отметить, что задание клиентов – это действительно изи-мани. Это, думаю, многим известно. Выполнив одно такое задание, плюс наёмный убийца, получила 50 тысяч за несколько минут. Помимо этого, прикупила я себе бункер в Чумаше на прошлой распродаже и потратила практически 10 миллионов баксов на разблокировку апгрейдов и различного рода раскрасок, наклеек. И осталось чуть ли не в одном бикини, имея на руках около 800 тысяч вечно зелёных. Солидная сумма была потрачена, согласитесь. Поэтому пришлось сходить на свидание к Эльрубе несколько раз. Хорошо, когда тебя на остров везёт частный самолёт богача. И вскоре мой банковский счёт пополнился на 11 лямов. Благо в игре есть предостаточно способов заработать. Начиная с грабежей продуктовых магазинов и до режимов ПВП. Гонок с двойными-тройными выплатами. Есть из чего выбрать, как говорится. Интересно, зачем в рекомендациях Ютуба появился ролик с гличем на дарение машин. Странный алгоритм. Я, конечно, подобной хернёй не интересуюсь. Это уже для совсем криворуких юзеров. Любят некоторые халявку. Есть такое дело. Как говорится, и рыбку съесть, и сковородку не помыть.